Русские новости Грязь политики. Политика – грязное дело. Любое дело, которым занимаются грязные люди, конечно, превращается в грязь. Ельцинская политика, путинская политика или до этого политика КПСС, конечно, были грязной политикой. Это была политика и остается при Путине антинародной, античеловеческой, подлой, злобной, лживой. Все пропитано ложью. И КПСС рухнула ведь именно по этой причине, что это была лживая партия, партия лжецов. И сейчас Единая Россия идет к тому же, к историческому небытию, к проклятию. Весь народ должен проклясть, так же, как он проклял КПСС и номенклатуру КПСС, так же должен проклясть и Единую Россию. Вместе с ее лидером, лидером олигархов Владимиром Путиным. Но у Путина есть разные прихлебатели, которые исполняют свои функции. Поскольку это чекистская мафия, то, естественно, действует не прямыми средствами, а вроде как независимые люди поддерживают Путина, а иногда даже выставляют себя его противниками, но в ключевые моменты всегда принимают то самое, в кавычках, верное решение, которое подсказывают Лубянке или из администрации президента, или попросит лично Владимир Владимирович. Одним из таких халуев режима является Владимир Жириновский. Предатель из предателей, халу из халуев, мерзавец из мерзавцев. Я думаю, что в его лице чекисты, и в частности Владимир Путин, видят свое воплощение. Какими они хотят быть вот такими раскрепощенными негодяями, которые говорят все, что им вздумается, которые подлечуют направо и налево, и которым за это ничего не будет. Но они не могут сделать это вот так открыто, потому что мерзость тогда всем станет ясна, всего этого режима. Поэтому они выпускают вперед вот этого клоуна, который кривляется, гадит, плюется и так далее. Ну я вот хочу просто такую подборочку дать. Посмотрите на жестикуляцию. Вот что это за человек, во что превратилось это существо? В какую-то вот грязную жабу, которая все время вытирает слюни, сопли, все время подергивает то одним, то другим плечом. То оба плеча вместе идут вверх, голова проваливается куда-то в грудную клетку, и потом снова сопли, слюни, вытирает нос, вытирает губы. Все время это... Для чего вот ему очки, вы думаете, он плохо видит? Ну может быть и плохо видит, но очки ему очень удобно. Вот этот компенсировать жест, который постоянно... Он уже не может его не делать. Ему наверняка говорили, Владимир Вольфович, ну смотри, как ты некрасиво выглядишь. Опять вытер свои осклизлые губы, ну нехорошо, давай по-другому. Он уже не может по-другому. Да я думаю, что и вот эти халуи, которые рядом стоят, его халуи-халуя, они тоже уже не могут ему ничего не сказать. Он просто гений для них, ну он же их кормит, он их приводит в Думу, они покупают себе дорогие костюмы, машины, квартиры и так далее. Жириновский выступил против Грудинина. Причем самым отвратительным, хамским образом, вся вот эта кремлевская разводка с семью с половыми миллиардами, вся эта развесистая клюква подтверждена словами Жириновского. Ну как же, Жириновскому можно не верить. Конечно, любой дебил будет верить Жириновскому, просто потому, что ему нравится, как этот клоун кувыркается на политической арене. За рубежом у него 5 миллиардов ценные бумаги. Все это австрийский банк, он, видимо, Шопена любит, так сказать, там, в Австрии и в Вене. Вот ценные бумаги, о, структурная нота 200 штук, значит, еврооблигации 200 штук и опционы. Это виды ценных бумаг. Два счета было в деньгах, он закрыл, вот написано 0-0. Все это документы Центра Сберкома, интернет, все это открыто, публично, это весь мир знает. Мы не подглядываем ничего, но мы конкуренты. Вот 5 миллиардов за границей. Он скрывает что? Что у него есть ценные бумаги на такую огромную сумму, 5 миллиардов рублей. И что самое неприятное, за границей находится. Вынуждены, как бы, стараться, чтобы мы все были чисты перед законом, перед людьми. Разве можно верить такому человеку? У него уже какая-то неврастения, он уже не способен себя контролировать. Наверное, и в штаны мочится, я думаю. А откуда вообще взялся этот человек? Откуда это явление? Откуда это чудо в перьях, как говорили раньше? Преступников раньше мазали дегтем, а потом вываливали в перьях и галеком гнали через деревню, через село или город. Это и в Европе было, и в России такое тоже случалось. Вот это чудо в перьях, которого надо действительно было бы вывалить и прогнать галеком. И это было бы достойно его образа. Он бы там, вот в этом виде, как раз очень все было бы правильно, если бы он вытирал свои выделения изо рта и из носа. Откуда он взялся? Это человек, судьба которого сломалась, когда его отправили в Турцию. Жириновцы знают, особенно те первого созыва, начала 90-х годов, которым все это показывали, которые знали, что такое Жириновский. И сами многие были КГБшниками. И до сих пор КГБшники, эти чекисты, так называемые, через фракцию ЛДПР проходят. Вот один из примеров, это Владимир Чуров, который потом много лет возглавлял Центральную избирательную комиссию. И над ним смеялись, насколько он нелепо обосновывал те подделки, которые постоянно проводили во время избирательной кампании. Я даже с ним немножко встречался, когда был в Думе. Вот Чуров был в ЛДПР. Конечно, он никогда вместе с его фракцией ни слова не сказал, но он получил депутатский статус, поболтался, тут поездил по выборам. Я вот однажды тоже с ним вместе в Приднестровье съездил, такой милый человечек, который готов выполнять все, что ему скажут. Вот его потренировали немножко и отправили в Центральную избирательную комиссию. Конечно, это был человек из спецслужб, а вовсе не какой там жириновец, который там верит в этот бред, который Жириновский беспрерывно несет. Так откуда вот взялся этот человек и что с ним произошло в Турции? Он решил немножко там подзаработать. Еще юным совсем был человеком, закончил вуз, якобы, кстати, востоковед. По востоковедению ни одной работы не опубликовал, вообще ничего, ни одной лекции. Абсолютно полное незнание вопроса. Ну, в Советском Союзе так же, как и сейчас, незнание вопроса не освобождает от исполнения должности, на которую тебя назначили. Ну, вот направили его туда, не знаю уж по каким там причинам, торг предства какое-то. И он решил там слегка подзаработать и закупился здесь советскими значками и решил там их немножко продать. Его там полиция взяла в тюрьму, в тюрьме его опустили и с тех пор у него вот такая незадача. Конечно, его из тюрьмы вытащили. Он приехал обратно в СССР. Ну, и здесь, как вот опущенный, он оказался очень доступен для вербовки КГБ. Его сначала направили в еврейские организации. Он себя считал евреем, все вокруг считали евреем. Его кудри тогда, вот эти очень буйно завитые его наглость, вот эти мелкие зубки, которые он все время показывает сквозь детские губки. Все это действительно изобличало в нем еврея, все его повадочки, вот и сейчас они особенно обострились и отлично видны. Он пришел вербоваться в антисионистский комитет. Это я знаю от тех, кто работал в антисионистском комитете. И он должен был заполнить анкету. И в советских анкетах всегда была графа национальная принадлежность, как и в паспорте. Вот что должно было быть записано в советском паспорте Жириновского, чтобы он в анкете в антисионистский комитет записался еврей. Конечно, он был записан как еврей. У него и самосознание еврея было, и запись соответствующая. Ну, не приняли его в антисионистский комитет. Уж больно карикатурная личность. Направили его на другую работу. КГБ направил его на работу в Центр Шалом. Центр еврейской культуры. Вот как вы думаете, русский человек по самосознанию пошел бы в еврейский Центр Шалом? Конечно, нет. Конечно, нет. Я напомнил ему о всех этих эпизодах. Дважды в разных эфирах, которые выходили, была такая передача «Момент истины», когда Корулов еще не один там вещал и не беседовал с кем-то, а вот в таком формате ток-шоу. И я в качестве эксперта был приглашен. Я задал вопросик про антисионистский комитет Жириновского. Он тогда в красном пиджаке ходил, это считалось нормой. Сейчас он так пытается более прилично себя вести. Ну, клоуну-то надо что-то клоунское одевать. Вот он в начале 90-х на публике появился в оранжевом пиджаке. А тогда, вот это было где-то в конце 90-х или в начале 2000-х, сейчас уже не помню, в красном пиджаке. И вот он там визжать просто стал, что вы все КГБшники. Он прекрасно понимал, откуда эта информация. Он прекрасно понимал, что я сейчас могу в свой портфель заглянуть, вынуть бумагу и показать ее. Он страшно этого испугался, поэтому орал и визжал. Про центр Шалом я тоже ему напомнил во время избирательной кампании 2003 года на дебатах на одном из центральных каналов. И там дело чуть не дошло до драки. Я это сделал, потому что он оскорбил генерала Шпака, обвинив его в смерти его собственного сына в Чечне. Ну, совершенно гнусная, отвратительная речь. Ну, я напомнил, спросил, сколько родин у бывшего члена клуба или центра Шалом, откуда люди мобилизовались на переезд в Израиль. Я думаю, что родины вообще у Жириновского нет, ни Россия ему, ни родина, ни Израиль. Но место ему, конечно, лучше в Израиле или в США, где-нибудь в еврейской общине, но только не в России. Его лозунг, с которым он однажды шел на выборы, мы за бедных, мы за русских, это, конечно, полное вранье. Он не просто не бедный человек, он сверхбогатый человек. У него было время, когда за ним были записаны сотни квартир и сотни автомобилей. Когда он скупал целыми этажами недвижимость в Москве, это я знаю от человека, который ему продавал эту недвижимость. Просто этажами покупал новостройки или там здания, которые шли на продажу. То есть это не просто не бедный, это и не бедный, и не русский человек. И тот, кто никогда не был за бедных и никогда не был за русских. Ну и вот перестройка заканчивается, заканчивается Советский Союз, возникают первые политические партии. Демократы пытаются сложиться в какую-то партию, межрегиональная группа. И КГБ дает задание и возможности Жириновскому создать первую некоммунистическую партию в Советском Союзе. И таким образом противостоять либерал-демократов. У них нет партии, а у Жириновского либерально-демократической партии. Откуда вы думаете название? Вот именно оттуда, из чекистских коридоров, где это все придумали. И ну кого поставить во главе либерально-демократической партии. Конечно евреи. И конечно вот такого скомороха, который будет кривляться, плеваться, который будет создавать совершенно отвратительный, омерзительный образ. Но для непритязательной публики клон всегда интереснее какого-нибудь там высоколобого профессора, который будет рассуждать об экономике. Нет, вот это вот кривляние, эти гадости, грубости, грязь. Это привлекает грязную публику. А такой публики всегда много. И поэтому избирателей у Жириновского достаточно много, чтобы он сидел в думе, вот начиная с того самого момента, с первого выбора парламента Российской Федерации. И до наших дней совершенно нагло оскверняя вообще и сам парламентаризм, и политику, унижая и дискредитируя Россию. Зачем это все надо? Вот потому что собирается грязная публика, люди с нечистой совестью, всякие там преступники, придурки и так далее. Вот вся нечисть, она же обладает правом голоса. В русском государстве, конечно, все эти люди не будут обладать правом голоса. Проститутки, шизофреники, варьё всякое, живущие где-нибудь там в притонах люди, конечно, они не будут получать никаких избирательных прав. Только оседлое и законопослушное население должно обладать избирательными правами. А здесь вот этот так называемый электорат, всю грязь, всю муть с низов общества Жириновский собирает, поэтому за него и голосует. Вот такое существо было вброшено в политику и успешно действует в течение многих уже десятилетий. И его продолжает поддерживать, продолжает поддерживать вот эта чекистская группировка. Когда у меня произошло столкновение, их было несколько этих столкновений с Жириновским в Государственной Думе, и когда он получил по сусалам, его готовы были депутаты, даже Единая Россия, ну, по крайней мере, снять с поста вице-спикера Государственной Думы. Но позвонили из Кремля и сказали, вы что? Нет, это нам очень нужный человек, это очень ценный для нас человек. И тут же развернули ситуацию прямо в противоположную сторону. И тогда был председатель комитета по регламенту, который потом стал губернатором Рязанской области. Ковалев, он тут же развернулся, вот только что он говорил, что вот все, и он почувствовал вроде как начальство, сидящее в президиуме, крайне недовольно произошедшей потасовкой. Действительно позорная штука, на меня нападает сразу несколько человек, я раздал в разные стороны такие приличные оплеухи. И начинает сначала говорить, что надо, все, надо разобраться, Жириновского лишить, не только лишить слова за хамство, выходку, ну и надо убирать его. Ну, как только позвонили, он развернулся сразу в противоположную сторону. Да нет, все не так однозначно, на самом деле Савельев сам виноват, вот это он начал, и пошла вот эта детская говорильня. И вместо того, чтобы вообще снять из политики, то есть совершено хулиганское действие в составе группы, циничное, с особым цинизмом, прямо в зале заседания Государственной Думы, Генеральная прокуратура должна была возбудить уголовное дело, злостное хулиганство, Дума проголосовать за санкции, за снятие депутатской неприкосновенности, и нет Жириновского, вообще его нет, вот в 2005 году его бы, его могло не быть. Все основания для его удаления с политического поля были, но нет, удалили на самом деле, меня удалили с политического поля, вот я с 2007 года, ну можно сказать, под запретом, с 2014 под запретом, под тотальным запретом средств массовой информации, ну а вот с 2007 года меня никуда не пущать. Такой принцип, на мне галочку там, или напротив моей фамилии галочку поставили, а Жириновскому продолжили вот этот, проложили снова ковровую дорожку во власть, и он постоянно здесь присутствует. И сейчас его снова используют, снова используют, этого старого гомосексуалиста используют для того, чтобы лить грязь на Павла Грудинина, народного кандидата. А вот это антинародная сволочь, которая замазана всякого рода грязью, всякого рода отвратительными операциями, ну мне было известно, я пытался там защищать детский сад, захваченный ЛДПРовцами в Москве, ну помещение им зачем-то понадобилось перепродать, я не знаю для чего. Ну ведь зачем это, эти вот, манипулируемая такая группа, которая всегда делает то, что ей скажут. Могут говорить в промежутке между приказами вообще все, что угодно, даже Путина Жириновский может ругать сегодня. Но в ключевой момент он скажет то, что ему приказали. Вот сейчас сказал про Грудинина. А когда было голосование по импичменту Ельцину в Государственной Думе, что сделали жириновцы? Они отказались от участия, не хватило всего несколько голосов. Ну, чекисты так и рассчитали, что есть вот такие послушные ребята, они всегда проголосуют как надо. Также они всегда голосуют как надо и всегда выступают как надо в Государственной Думе по самым ключевым вопросам. И это абсолютные тунеядцы. Ни одного профессионального законопроекта от них вообще никогда не исходит. Это я знаю по себе. Они делают такие пиар-проекты. Вот проект, мы выходим на трибуну, мы все разносим, мы ругаемся, плюемся. Но, конечно, без расчета, что вся эта муть может быть принята. Потому что, ну зачем тратить деньги на юридическую проработку документа, который все равно идет под снос. Это просто продолжение игры, продолжение скоморошества, продолжение валяния клоуна по политической арене. Ну и с собой, естественно, Жириновский в Госдуму и в Государственный аппарат приводят педерастические кадры. То есть кадры извращенцев, гомосексуалистов. Вообще фракция ЛДПР, это фракция, которая активно продавливала, например, снижение возраста, разрешенного законом сожительства между мальчиком и девочкой. Да, до 14 лет, ну а чего не до 10 лет. Они и на это готовы. Был там такой Митрофанов, сбежал, сейчас неизвестно где находится, дали ему возможность выехать из страны и исчезнуть. Хотя там он был замешан в мошенничестве. Ну просто ему сказали, все, тут мы дело на тебя открываем, давай уезжай, хватит, уже надоел. У нас есть другие педерасы уже помоложе, и мы их запускаем. И есть вот глава всей этой педерастической мафии, Владимир Жириновский. Вот такие люди у нас выходят на выборы, без сбора голосов они легко регистрируются. Буквами ЛДПР облеплены такси в Москве, кругом висят эти билборды, ЛДПР, ЛДПР. Уже столько лет поганят вообще пространство вокруг нас. Вы готовы верить таким людям, которые давно опровергнутые факты, причем знают они, что они врут, вот они вынимают какие-то бумажки, ссылаются на центральную избирательную комиссию. Вы готовы им верить, вы готовы голосовать за этого человека, а это же агентура Путина. Он выходит на выборы только потому, что те, кто за него голосует, при отсутствии такого персонажа, просто не будут приходить на выборы. Потому что это слякоть, отбросы общества. Вот за Жириновского голосуют, отбросы общества. Вот эти отбросы, они конечно не будут ходить на выборы, и им интересно только продолжение вот этого грязного спектакля. Они сами грязные люди, они продолжают готовы к тому, чтобы вообще вся политика превратилась в грязь, вот этот грязный, отвратительный спектакль. Но автором всего этого спектакля на самом деле является не Жириновский, Жириновский исполнитель. Автором этого спектакля являются закулисные чекисты и Владимир Путин, который всю эту грязь допускает, и допускает существование Жириновского в современной политике. Поэтому я обращаюсь к призывам к гражданам, у которых голова на плечах все-таки есть. Нельзя голосовать за грязных людей. За Путина, за Жириновского, за Собчачку, еще какие-то там будут. Все это грязь и муть. Единственный человек, за которого можно проголосовать на этих выборах, Павел Грудинин. При всех но, при всех там сомнениях, при сомнениях в том, что выборы будут честные. Но все равно подавляющее большинство пойдет на выборы. Всегда явка на выборы президента очень высокая. Впервые за более чем 20 лет на выборах появился человек, за которого стоит проголосовать. Ну, потому что это просто обычный человек. Он плохо готов к выборам. Он ошибается, он плохо говорит, он некоторые темы пропускает. Но он готов работать со специалистами. Сам об этом неоднократно сказал. На выборах ему просто вот некогда. Я надеюсь, что все-таки как-то ему начнут подсказывать. Может быть, и я там где-то рядом в этой команде народных лидеров тоже смогу что-то ему сказать. Подсказать там по русскому вопросу, по миграционной политике, по демографии и так далее. Есть целый спектр вопросов, которые он просто профессионально никогда не касался. И в своей жизни эти вопросы никогда не обдумывал. Но это простой обычный человек, никакой не миллиардер. Обычный предприниматель, успешный и совестливый, который вложил деньги не в свое благосостояние, не в какую-то там виллу на Канарах, а построил небольшой такой островок для своих сотрудников, для своих друзей, которые, в общем-то, все его сотрудники и становятся его друзьями, его большой семьей. Это нормальное поведение честного человека, который даже в бесчестной ситуации создает какой-то остров стабильности и справедливости. И мы должны на это среагировать. Вот этот остров должен разрастись до границы России. А может быть и дальше, если нам доведется объединять Украину, Белоруссию, Казахстан, может быть другие какие-то еще государства. Но вот эти-то уж точно должны войти в состав большой России. Может быть она когда-то после этого станет империей, когда-то будет восстановлена монархия. Но сейчас есть совершенно реальный необходимый механизм. Вот так же, как Грудинин сделал невозможное на территории одного своего совхоза, вот так же невозможное мы с вами можем сделать. Когда мы придем, 80% на эти выборы, и 80% из тех, кто пришел, проголосует за Грудинина, уже никакие фальсификации не помогут. Тогда действительно мы победим бескровно. Если мы не побеждаем на этих выборах бескровно, прольются реки крови, которые будут пролиты только потому, что олигархи будут цепляться за власть. Только потому, что Путин до гробовой доски хочет сидеть в Кремле и манипулировать страной, которую он не знает, которую он ненавидит, которую он готов грабить, дальше отдать на разграбление очередному поколению олигархов. Но только не уступить власть. Сейчас есть реальный шанс. Поэтому не надо слушать Жириновского, не надо слушать этих подонков, которые включились в травлю Павла Николаевича. Какого-нибудь Делягина грязного, я еще про него расскажу. Или какой-то там Сурайкин появился. Но опять очередной этот кремлевский, чекистский, грязный, мерзостный человек, который вообще ничего не стоит. Фу, просто, ну а лишь бы там отщепнуть хотя бы чуть-чуть, хотя бы полпроцента голосов у Грудинина. Не слушайте всех этих подонков. Есть четкий совершенно выбор. Антиолигархическая политика со стороны Грудинина и его команды, которая включает национал-патриотов, а вовсе не одних коммунистов. И политика Путина, и всех прочих кандидатов, которые вывезли на выборы, именно для того, чтобы не позволить совершиться мирной, законной смене власти. Россия и русскую власть. Голосуйте за Грудинина.